Девушки отдыхают Данное я беру из интернета С Википедии Вот как там написано Его атмосферное изображение Венеции и Лондона Повлияли на все последующие поколения Ландшафтных художников Действительно просто замечательные Картинки, просто фотографии Какие-то, открытки Передача солнечного света И тени эффекта Затянута облаками неба Игра света на зданиях Свидетельствует о том, что он действительно часто работал на натуре Что во времена его творчества Было очень необычной и редкой Практикой среди художников Потому что художники в основном Работали в мастерских Позже он стал применять камеру обскура А камера обскура Это так называемая темная комната И простейший вид устройства Который позволяет получать Оптические изображения объекта Обыкновенный ящик с отверстием в одной из стенок И экраном, матовым стеклом Или тонкой белой бумаги На противоположной стене В ящике Лучи света, проходя сквозь малое отверстие Создают перевернутое изображение на экране Кругло говоря, как фотокамера И разработал формулу размещения на плоскости Картины архитектурных элементов и фигур Таким образом, чтобы вызвать у зрителя Наиболее сильное впечатление от изображаемого видео Антонио Каналя родился в благородной семье Художника Бернандо Каналя Который имел свой герб И Антонио частенько использовал его В качестве одного из вариантов своей подпись Так вот, отец Бернандо Каналя Стал первым учителем своего Терландливого сына Антонио трудился на театральных подмостках Венеции Оформлял оперу Ювальди Постигал тонкости передачи цвета И построения сценических перспектив Которые ему учил отец В 1719 году он работал в Риме Над театральными постановками Опер Александра Скарлатти А в свободное время пропадал в музеях На него большое влияние оказали произведения Римского мастера городского пейзара Джованни Паула Панини После Рима Антонио начал рисовать Повседневную жизнь Венеции, ее улицы, жителей Вероятно, он взял сам себе прозвище Каналетта, Каналь младший Чтобы его не путали с отцом Но одним из учителей Каналетта был Лука Корлеварец Это был известный мастер венецианского городского пейзажа И очень многогранная личность Корлеварец интересовался науками В частности астрономией А также замечательно разбирался в архитектуре и инженерном деле Джованни Антонио Каналь, Каналетта Стал известным мастером В 1730-е годы Каналетта был в зените славы Исключительной красоты, реалистичные виды города В его исполнении Мечтал везти с собой на родину каждый знатный вельможий купец Который гостил в Венеции Ну, грубо говоря, турист Художник подмечал мелкие детали Подавал их настолько ярко и свежо Что разглядывать его ведуты было истинным наслаждением А ведуты это жанр европейской живописи От слова итальянского ведута вид Очень популярный в Венеции Картины рисунок кравюра с детальным изображением Повседневного городского пейзажа Ну, что еще? Посмотрите картины Надо сказать, что за всю жизнь художник создал Такое большое количество пейзажей Венеции Что некоторые искусствоведы считали Что у него была большая мастерская с подмастерями Ну и, конечно, в общем-то не соответствует действительности Цены он назначал очень высокие Туристы ему платили очарованным мастерством и реализмом С которым он изображал генецианские каналы, площади, дворцы В 1740 году началась война за австрийское наследие Число состоятельных туристов Конечно, у первого черта англичан Которые посещали Венецию Сократилось Естественно, источники заказов Каналетто иссяк В это время художник знакомится С Джозефом Смитом Издателем, торговцем, коллекционером А позже британским консулом Венеции Скорее Джозеф Смит стал агентом Каналетто В этот период в творчестве Каналетто Важной роли стал играть стиль каприччо Когда архитектурные ансамбли на картине создавались из воображаемых элементов В эти годы Каналетто создал к серии каприччи из 30 гравюр Которые продемонстрировали его способности в передаче перспективы и игре света и тени К сожалению, больших доходов серия не принесла Используя свою международную известность, художник отправляется в Англию Поближе к заказчикам, как говорится, где было принято очень тепло Провел 10 лет, большинство времени посвящал работе в лондонской мастерской Каналетто создал в Лондоне множество новаторских, экспрессивных работ К концу своего пребывания в Англии стиль художника стал настолько механистическим Что поползли слов, будто он не знаменитый Каналетто, а самозванец Который работал в стиле выдающейся мастера Разразился скандал Каналетто был вынужден организовать публичную демонстрацию своего мастерства Нарисовав картины в присутствии свидетелей Но и тех самых опроверг все домыслы злопыхателей В это время Джорджа Смит продал свою коллекцию произведений Искусств королю Великобритании Георгу Третью Ну и так вот британская королевская коллекция По полной самым богатым в мире собрание произведений Каналетто В 1730 году Антония Каналь, Каналетто Стала одним из самых влиятельных ведутистов Италии Оставив после себя плеяду блистательных учеников Франческо Гвардии Микелия Мориески Джузеппе Бернандо Бизона Его племянник Бернандо Берлотто Покорял королевские дворы Центральной Европы Художники Уильям Мэрлоу и Сэмэйл Скотт Продолжали его дело в Англии Вот такой был Антония Каналь, Каналетто Умер он в 1768 году в Венеции 19 апреля Ну и надо сказать, что самая полная коллекция, конечно, находится в британских королевских коллекциях В Виндзоре и Букингемском дворце Хотя есть во всех крупных музеях мира Ну вот посмотрите, пожалуйста, картины Сегодня мы узнали от Джованни Антония Каналь Более известного как Каналетто Очень красивые, светлые картины Просто открыточные С удовольствием смотришь их Посмотрите, пожалуйста Ну все, всем пока, всем привет До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok